Только сертификата мало. В ходе рейда инспекторы Госадомтехнадзора Московской области выявили место несанкционированной торговли пиротехникой. Сертификаты на фейерверки и салюты в полном порядке. Не хватает лишь одного документа, который делает установку павильона законной. Григорий Ворванин продолжит. Этот павильон для продажи фейерверков на парковке у торгового дома установлен несколько недель назад. Индивидуальный предприниматель, как ему казалось, оформил все необходимые документы. Получил разрешение от администрации торгового центра на установку павильона. А вот городской администрации разрешения выдано не было. И по закону павильон – самовольная постройка. Надо дооформить процедуру в администрации, получить документ, который узаканивает нахождение ее здесь, и продолжать дальше заниматься торговлей. Никто не против, но главное, надо было все-таки надлежащим образом законно получить документ и на основании его уже спокойно торговать. Предпринимателю выписали административный штраф. Также он должен устранить нарушения. Для этого у него есть две недели. Необходимо явиться завтра в 15 часов на 0 минут. Прошу передать уведомления вашему руководству и прошу явиться на значное время. Продажа фейерверков, как правило, носит временный характер. Пик торговли приходится на декабрь, после чего павильоны убирают до следующей зимы. Вам не сказали, до какого времени эта точка будет работать? Ну да, примерно, он говорил, что до 15-го, ну или до 31-го. Посмотрим, как пойдет продажа. Инспекторы Госадомтехнадзора продолжат рейды по местам торговли фейерверками. По предварительной информации, на территории городского округа есть еще как минимум три точки несанкционированной продажи пиротехники. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.